Хуса-узуар! Хуса-узуар! Уже девять веков с этой песни жители высокогорного села Даргавс начинают отмечать Хуса-узуар, праздник, посвященный Богу. Восхваляя Всевышнего, старейшины идут по всему селу от дома к дому, а впереди молодежь ведет украшенного яркими лентами быка, который предназначен для жертвоприношения. Каждая семья встречает участников шествия с традиционными остинскими блюдами, треугольными пирогами и специально сваренным пивом. Все домашние повязывают на быка ленточки, в знак веры в Бога и загадывают желание. Старейшина произносит молитву. На следующий день праздник продолжается высоко в горах. Восхождение к древнему святилищу совершают избранные, по обычаю все идут босиком. Говорят, только чистых телом и душой услышат Всевышние. Святилище Хуса-Узуар расположено на высоте 2000 метров над уровнем моря, на самой вершине горы. На этом месте, которое посвятили Всевышнему и назвали святым, люди произносили молитвы еще около тысячи лет назад. Каждый год здесь оставляют сосуд с пивом. По уровню напитка жрецы предсказывают, благополучным ли будет год. Пива на этот раз не стало меньше. Значит, не напрасны были молитвы. Праздник завершается весельем, песнями, танцами и традиционным застольем. На столах остинское пиво. Это исконно национальный, бодрящий напиток, воспетый еще в нардских сказаниях, как символ изобилия и благополучия. Именно к этому празднику и приурочили первый республиканский конкурс Иронбаганы. За главный пресс, 50 тысяч рублей и звание лучшего, соревнуются более 500 пивоваров-любителей. Определить победителей сложно. Классического рецепта настоящего остинского пива не существует. Каждая хозяйка варит его по-своему. Но победители будут определяться по трем критериям – цвету, вкусу и горечи. В литературе не пишется о остинском пиве. Но остинское пиво, как издревле передавались, оно должно быть темное, сладковатое и, естественно, ощущаться, должен быть вкус настоящего солода. На протяжении столетий остины варили пиво. Некоторые историки предполагают, что рецепт пива в Европу принесли Аланы. Это в старину, во времена Аланов называли Алутоном. И вообще по тем временам пиво называли Алутон. Конкурс прошел в три этапа. Первый в селах, второй в райцентрах Северной Осетии, а финал во Владикавказе. Асхат Кукаев, Северная Осетия для Первого Кавказского.